Эй, йоу! Всем привет! И это день, два и второе видео супермарафона блогер за 21 день от Романа Милованова. И сегодня я расскажу о своём питании. Да, так, как вы уже знаете, 5 лет я вегетарианка. Спасибо моим родителям, спасибо вообще обстоятельствам, которые сложились именно так. Вообще, я ещё в институте очень много читала эзотерических книг и про питание тоже. Уже тогда понимала, что сосиски и мясо — это плохо, и, конечно же, моя нежная психика не выносила сцен насилия из фильма «Земляне» и так далее. И просто тогда разговор с этим человеком стал толчком, стал отправной точкой, и я стала вегетарианкой. Очень я этому рада, что я не причастна к насильственной смерти, и мне не нужно никого убивать, чтобы жить, чтобы выжить и вообще чтобы есть. Вот, очень люблю фрукты, но пока ещё тоже люблю и каши. Супы уже меньше употребляю, потому что знаю, что мешанина не очень хорошо. Вот, и стараюсь есть фрукты перед едой, если ем там что-то тяжёлое. Люблю салаты, очень-очень люблю салаты, но пока ещё приправляю их соевым соусом. Но стараюсь есть меньше соли. А вообще, излюбленная еда моя – это булочки, хлебобулочные изделия. Я знаю, что это яд, я знаю, что это необратимо склеивает все мои кишки внутри. Но это просто какой-то наркотик, потому что услышав запах выпечки, мне аж плохо, у меня аж дурно становится, и мне очень хочется. Мои любимые пирожки с горохом или с чесноком. С чесноком пампушечки. Ну, не знаю. Но самая большая моя наркотическая зависимость от сахара, от сладкого, от шоколада, от конфет, от печенья, вафель, мороженого, вообще торты – это моя слабость, это просто какой-то нереальный трэш. Вот, ещё в школе, когда меня жутко сыпали прыщи, акне, и проблемы были с ногтями неровными. Вот, видно, чуть-чуть неровный ноготь. У меня был грибок, мне сказали месяц с ней сладкого, я рыдала в поликлинике в Кожевен. Я сидела, рыдала, она говорит, вы что, всё нормально, я просто грибок говорю, да, но я не могу месяц без шоколада, ещё тогда, в 17-летнем возрасте. Вот, но был период, когда год после того, как я отказалась от мяса, начала отказаться от рыбы, от яиц, от мучного даже, я перестала есть вообще всю термичку и химию, ела фрукты, салаты, каши, перешла на зелёную гречку, вот, и перестала пить чай, кофе, пила водичку, пила смузи, делала соки, но в один момент умер мой папа, и весь мир перевернулся. То есть это был нереально колоссальный стресс для меня, морально было очень тяжело вынести, поэтому тогда я вообще перестала думать о своём питании, где стала есть опять и мучное, и хлебобулочное, и сладкое, и всё остальное подряд, пила чай, кофе. Поэтому сейчас я пытаюсь собраться с себя, опять собрать в кучу, потому что какие-то идеи мной всё-таки движут и мотивируют меня, и я даже вела свой блог на английском языке, как я пыталась прийти на сыроедение, как я голодала, пила только соки, можете посмотреть на моём канале, если кому интересно. Вот я сейчас лежу в гамаке с клубничкой, сейчас буду есть клубничку, обожаю просто клубнику, малину, черешню, голубику, ежевику, чернику, всё, все ягоды обожаю, лето моя самая любимая пора, я родилась летом, вот, поэтому всё-таки буду настраиваться переходить на сыроедение, всем спасибо за внимание, на не только среднее, а на чистое питание, но в добрый путь. А вам желаю отличного дня, встретимся завтра на третьем видео супермарафона блогера за 21 день. Счастливо!